маткульт привет еще один выпуск со светильными задачами из разных листочков несколько задач еще из-за ее олимпиады пара на дом в общем разнобой хотя на самом деле формально это называется разные подсчеты листочек под названием разные подсчеты но в сущности это так сказать мастерство да мастерство это листочка серии мастерство вот не идейный а как бы такой технологический листочек тем не менее в нем есть исключительно красивые задачи например при каких n гири массами от единицы до n можно разложить на 3 равные по массе кучи при каких n натуральных до гири массами 12 так далее n можно разложить на 3 равные по весу кучи ну а смотрите давайте пощупаем например n равно 2 или 1 можно разложить на 3 кучи 2 или 1 гирю нельзя значит соответственно n не равно 1 и он не равно 2 так ну блин а n равно 3 можно 1 2 и 3 разложить на три кучи равные по весу явно тоже нельзя так нам пока не везет n равно 4 1 2 3 4 тоже очевидно нельзя потому что из этих двух куч а из этих трех куч 2 будут содержать всего одну гирю а они не равны по весу не никакие две значит n уже не равно 4 так может n равно 5 получится разложить а n равно 5 ну-ка можно ли 1 2 3 4 5 разложить на 3 равные по весу кучи да 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 можно и смотрите как тут лежит 1 4 тут лежит 2 3 а тут гордо восседает 5 номер 5 так а чё с n равно 6 так 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ну давайте подумаем можно ли разложить какие вообще они должны быть 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 это 21 делим на 3 по 7 грамм да это я уже начинаю по сути решать да если уж не разделиться на целого то точно нельзя правда хорошо знаешь по 7 должно быть ну что попробуем наобум 16 сюда засунуть 25 сюда засунуть и 34 сюда о вышло тоже да смотрите в начале был все время нет потом да два раз подряд а n равно 7 вот так вот n равно 7 нет потому что 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 это 28 на 3 просто не делится хорошо ну допустим на старте были какие-то странности например вот при n равно 3 или n равно 2 сумма сумма на 3 делится но разложить не получалось в силу негибкости того что есть у нас всего было несколько этих гирик но вот если они большие может быть попробуйте с и первым делом исследовать вот когда на 3 то делится когда не делится то есть если не делится уж точно можете раскладывать сколько угодно ничего не выйдет а чему равна эта сумма сумма от 1 до n сумма равна n плюс 1 пополам если n на n плюс 1 пополам не делится на 3 то нельзя то есть нельзя нельзя при n вида 3k плюс 1 то есть когда n делят достаток 1 при делении на 3 таких нельзя а а также дополнительно нельзя при n равно 2 1 2 3 ну 1 это того же вида поэтому 2 и 3 вот но это из-за того что вначале нельзя было там была слишком маленькая свобода так вот собственно теорема в том что теорема при n вида 3k или 3k плюс 2 ну давай напишем 3k минус 1 то же самое всегда можно если при этом к больше или равно чему 2 получается да 2 ну то есть как бы вот для 3k и 3k минус 1 нельзя только при к равно единице а в остальных случаях можно ну а при 3k плюс 1 никогда нельзя в силу неделимости соответствующего числа на 3 вот ну что докажем да докажем доказательства ведется по индукции пока индукция будет устроена одинаковые там и там ну как бы к равно 2 это база индукции индукция база индукции но у нас мы показали как раз вот тут разделить и как вот тут разделить да вот теперь пусть у нас возможно пусть для к получилось сделаем для к плюс 3 вот такая вот индукция интересная индукция через три шага то есть по индукции прыгая каждый раз через три шага и теперь если как бы для понятно у нас вышел для 5 значит вы для 8 11 14 и так далее с другой стороны если вышел до 6 то вы для 9 12 15 и так далее ну а для группы которые содержат число 7 число 4 число 1 все равно ничего не выйдет и так и так ну что давайте вот покажем пусть для к получилось докажем что тогда можно для к плюс 3 и так вот у меня эти гирьки разложены в три группы и где то есть единица в какой-то группе есть гири массы 1 правда вестима отлично мне нужно куда-то присунуть новые три гири как вы думаете что я делаю очевидно я присовываю вот эту сюда и и один туда переношу эту сюда а эту сюда все круто присунул к плюс 1 и еще единичка к плюс 2 получилось присунул к плюс 3 вычел единицу к плюс 2 получилось просто присунул к плюс 2 группа остались одинаковыми все теорема доказана ответ дан здесь ну вот отличная задачка мне кажется перейдем к следующей тоже совершенно замечательной задачей абсолютно замечательной вообще тут три задачи вот эти три они как на подбор это просто чудо итак разные подсчеты задача номер два из самостоятельного решения из задач для самостоятельного решения она звучит так она звучит так это я просто стираю с доски давайте я сотру и сформулирую на доске написано натуральные числа а б ц д известно что среди шести сумм три равны двадцать три а три других равны тридцать четыре три равны двадцать три три равны тридцать четыре ну найти короче все числа ну тут написано чему равно наименьшее ну мы найдем все чему равно минимальное из них вот это офигенная задача она абсолютно научно она берется именно научным рассуждением а именно смотрите значит я утверждаю да лемма нажимайте на паузу и я расскажу вам лему кстати может быть зеленый пора сменить лемма среди а б ц д нет трех разных вот так ну кажется да это кажется как сказать кому-то наверно сразу очевидно а кому-то совершенно непонятно почему мало ли есть три разных потом суммы как-то пересокращались ну на самом деле очевидно очевидно ибо если например ну тут неважно да например а b c разные то а плюс d b плюс d c плюс d тоже разные великолепно великолепно так нет этот не пишет то есть если у нас были бы какие-то три числа попарно различные то прибавляя к этим трем числам четвертое мы получили бы три различные суммы а нам дано что суммы принимают только два значения следовательно следовательно не может такого быть доказано но тогда среди них только два различных ну одно одинаковые они все четверо быть не могут иначе все шесть сумм будут естественно одинаковые вот поэтому только два разных и вот теперь возникает вопрос а как именно если у нас три суммы одно значение и три суммы другое значение что из этого следует кажется очевидным что тогда два числа одно значение и два другое ну ни хрена вот ни хрена и вот почему только два разных почему да что я хотел сказать не то только два разных почему не почему только два разных да нет трех разных да да значит только два разных вариант а а ну д д например да исключается двоеточие двоеточие почему он исключается а вот почему потому что иначе а плюс а меньше а плюс д меньше д плюс д снова три разных а у нас по условию только два разных вот так значит остаются два варианта только а меньше б б б или а а а меньше б то есть либо три маленьких и одно большое либо три больших и одно маленькое ну хорошо теперь вопрос в обоих случаях мы видим действительно три варианта суммы а плюс б и три варианта суммы б плюс б и там это то есть вот тут так а тут соответственно а плюс а и а плюс б вот и это уже как бы вполне похоже на условия но теперь внимание одна из этих двух сумм в обоих случаях это удвоенное число удвоенное число нечетным быть не может поэтому удвоенное число равно тридцать четыре тридцать четыре то есть вот в этом случае удвоенное ну то есть но не нет я значит тут понятно что удвоенное число в этом случае будет больше чем вот эта сумма а в этом меньше так как у нас больше то у нас вот этот случай да окончательно могу сказать что у нас только вот этот случай потому что в ином случае удвоенные суммы были бы меньше чем суммы такие а удвоенная сумма может быть только четный Поэтому это отвечает вот этому случаю. Соответственно, 34 равно b плюс b, то есть b равно 17. А равно 6. Минимальное число равно 6, а максимальное 17. То есть единственный вариант здесь 6, 17, 17, 17. И действительно, 3 суммы равно 34, 3 равно 23. Проверка, ответ. По-моему, это восторг. Это классическая, не очень сложная исследовательская задача. Именно для 6 класса. Вот так. Спасибо, это прям Леня, а это вот восторг. Это респект полнейший. И еще одна задача великолепного вида. Гирьки весом от 1 до 2023 граммов. Это я решил во сне. Ну, то есть засыпая. Разложили на 2 чашки весов так, что есть равновесие. Докажите, что можно убрать с чаш гирь, 3 гирьки, с чаш убрать, 3 гирьки, чтобы равновесие не нарушилось. На паузу. Доказательства. Итак, вот у меня весы в равновесии. Здесь, здесь. Короче, 2023. Вот, давайте я зафиксирую ту коробку, где находится число 1. Вопрос. Если здесь число 2, то где живет число 3? О, да. Я прошу прощения. Предположим, что это не, предположим, противное. То есть, все это от противного. Предположим, противное. Тогда, соответственно, получится, что нельзя убрать 3. Да, никак нельзя убрать 3, чтобы сохранить равновесие. Тогда, если 2 слева, то 3 тоже. Почему? Потому что предположим, что здесь 2, а здесь 3. Ну, все, мы убирали эти 2, это убираем, и все равновесие сохраняется. Ага. Ну, тогда 4 тоже и так далее. То есть, 1 плюс 3 равно 4. Опять убираем. Значит, соответственно, 4 тоже здесь. Ну, и, короче, и так далее. Противоречие, потому что это значит, что вообще все гири лежат на левых весах. Ну, какое же тогда равновесие-то, если все гири лежат на левой чашке? Вот, значит, соответственно, никакого равновесия нет. А значит, противоречие. И значит, там, где 1, нет двойки. Прекрасно. Там, где 1, нет двойки. А тройка есть? Ну, если есть тройка, то нет четверки вот здесь. Потому что опять. Значит, четверка здесь. Тогда здесь нет пятерки. Та пятерка здесь. Мы опять получаем, что здесь все, кроме двойки. Итого, лемма! Лемма! Если утверждение неверное, да? Лемма. Вот, лемма. Что? Случаи. Вот мы предположили противное и рассмотрели чашу весов, где единица. Лемма. Если 1 лежит вместе с каким-то там, ну, x, да? То x плюс 1, x плюс 2 и так далее, 2023, лежат там же. Ну, и как бы я не доказываю, потому что мы только что фактически ее и доказали. Если бы тут был x, то x плюс 1 не мог бы появиться здесь, потому что иначе бы мы сняли, и их было бы равновесие. Тогда x плюс 2 не мог бы появиться здесь. И т.д. То есть, иными словами, если мы предположим противное, то структура гирь полностью восстановлена. А именно, единица, потом огромный пробел, потом x, x плюс 1 и так далее, 2023, а здесь 2, 3 и так далее, x минус 1. Отлично. При каком x может быть равновесие тогда? Ну, понятно, что сильно дальше половины, да? Сильно дальше половины. Ну, потому что при... Там, ну, если x равно там тысяча, например, тысяча, ну, не знаю, ну, все, тысяча уже как бы тут больше половины, да еще и тяжелых. Вот. Ну, в общем, в принципе, мне достаточно, на самом деле, достаточно, что x больше тысячи. Мне вообще больше ничего не надо, реально. Вот. Потому что дальше справа я просто нахожу разложение в сумму, да, вот этого минимального числа. И любым способом его... Вот. Достаточно, что x больше тысячи. Я, честно говоря, не так. Достаточно, что x больше или равно 5. Потому что уже здесь я могу разложить сумму 2 плюс 3. Ну, а про произвольное, значит, x можно разложить в сумму, там, x минус 2 плюс 2. И все. И убрать. Убрать с весов. То есть 2 и x минус 2 уже здесь, а x здесь. Соответственно, убираем x, отсюда 2 и x минус 2. Ну, все. Противоречие с тем, что нельзя это сделать. Ну, в общем, мы везде ввели... Мы привели к противоречию. Предположение, что это сделать нельзя, приводится к противоречию. Это очень красивая задача, потому что в ней мы не говорим конкретно, как мы можем это сделать. Мы предполагаем, что это нельзя, и в конце концов себя душем удавкой. Вот мы предположили, что это нельзя. Отлично. Тогда кто живет с единицей? Да блин, ну если кто-то живет, то все последующие обязаны жить, иначе можно. Ладно. Ну, если так, то все равно можно, потому что x раскидывается на это плюс это. То есть ни то, ни другое. В реальности они разбросаны как угодно, но как только вот мы получаем, значит, ну, в реальности они разбросаны как угодно, но если мы предполагаем, что нельзя это сделать, мы приходим к противоречию. Все. Вот такая шикарная задача. Просто шикарная. Ну и, пожалуй, еще одну мы разберем, а еще три я дам на дом. Нет. Две. Три. Нет, две. Да, две дам на дом. Так. Так. Одну разберем. Да, она из их Олимпиады. Из Олимпиады, ребят. Да. Из Олимпиады. Да. Нет, или вот эту еще разберем. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. Ага, конечно. Еще. Нет, еще несколько разберем. Так. Еще три разберем и две дадим. Так. Хотя нет, они слишком красивые. Все взять и засунуть в один ролик, всю красоту вообще засунуть в один ролик, это неправильно. Поэтому разберу я ровно одну еще и дам две на дом. А это все останется на следующей ролике. У нас еще много будет встреч, связанных с программой шестого класса. Итак, жили-были жуки. Они жили на вот такой вот площадке. Каждый сидел в своем логове на клеточке своей. Вот это жуки. А потом пришел Ваня или Саватан пришел. Пришел. И хлопнул в ладоши. И каждый жук в ужасе смылся на соседнюю клетку с ним через ребро. Ну, как-то там смылся. Сколько максимально клеток могло освободиться? Нажимайте на паузу. Задача выглядит абсолютно тривиальной. Но на самом деле она не очень простая. Ну, то есть вот она прям вот не сразу очевидная. Так. Отжали. Первая идея. Шахматная раскраска. Жуки, которые стояли на черных клетках, у меня красные, оказались на белых. А кто стоял на белых, оказались на красных. Это первое, что надо понять. То есть на самом деле задача распадается на две. Сколько клеток могло освободиться среди красных и сколько среди черных. Понятно, что эти задачи абсолютно одинаковые по своему виду. То есть ответ 2 умножить на t, где t, это максимальное количество освободившихся клеток данного вида. Ну, а теперь просто давайте сделаем так. Давайте я вообще нарисую, что могло с ними произойти. Вот я сейчас нарисую вариант, когда 6. То есть я могу отправить всех жуков, давайте, вот я сейчас отправлю всех жуков вот в эти 6 клеток. Вот, ну, действительно, тут совершенно ясно, куда идет каждый. Эти все, например, сюда, эти могли бы наверх пойти. Этот сюда, этот сюда, этот сюда, ой, этот сюда и этот сюда. То есть эти поменялись, эти поменялись, все сверху соскочили к ним, все снизу соскочили к ним, и еще эти двое сюда. Стоп. А эти двое поменялись, правильно. Все. Эти двое поменялись. Эти перепрыгнули, эти к ним. Эти перепрыгнули, эти перепрыгнули, эти к ним. То есть 6, да, 6. 6 предъявить можно. Я утверждаю, что меньше нельзя. И вот почему. Если бы можно было меньше, тогда либо черных клеток освободилось бы, либо черные собрались бы не в трех местах, а в двух. У меня все черные собрались в трех местах. Раз, два, три. Раз, два, три. И все белые в трех местах. Раз, два, три. Так вот, если бы было меньше 6, тогда либо черные собрались бы в двух местах, либо белые. Понятно, что черные собираются в белых местах, белые в черных. Поэтому, если бы было меньше 6, тогда, ну, например, вот эти 8 черных жуков должны были собраться в двух местах. В двух местах. Но, ребята, это совершенно невозможно. Потому что, например, вот этот, этот и этот жуки никак не могут оказаться. Ни одна пара из них в одном месте оказаться не может. Вот, пожалуйста, вам три жука, которые точно оказались в трех местах разных. Ну и на самом деле все. То есть я вот, можно даже так сказать, вот вам три черных жука, которые оказались в трех разных белых местах. И также я могу предъявить трех белых жуков, которые тоже оказались в трех разных местах. Соответственно, шесть мест я уже насчитал и предъявил. Это называется оценка плюс пример. Все. Вот так. Ну и на дом. Вот это жёсткая задача. Решать я её не умею. Вообще. Звездолёт находится на расстоянии А. Да, эта задача принадлежит Михаилу Евдокимову. Замечательному задачному композитору, с которым то ли вышло уже, то ли ещё выйдет скоро. Ну, к моменту, когда это будет опубликовано. Скорее всего, уже это всё выйдет. Наш ролик. Так. Звездолёт находится на расстоянии А от полу, значит, от границы полупространства. Ну, там некое, я не знаю, грубо говоря, если он туда залетит, его начнут, например, стрелять, смочь откуда-нибудь. Ну, неважно. Короче, звездолёт находится на расстоянии А от полупространства. Но он не знает, где лежит это полупространство. Может здесь, может здесь. То есть, он абсолютно потерялся, как бы, вот в этом круговом, да. То есть, где-где-то он совершенно не понимает, где он находится. Он знает, что он на расстоянии А. А это там говорят какие-то приборы. Ну, или не говорят. Если он достигнет вот этого полупространства, ему тут же отсигналит датчик. Ну, и он может замерять, куда он летит, куда дальше летит, куда там летит и так далее. Может ли он гарантированно найти эту плоскость, да, границу подпространства за 13А? А, значит, за 13А, за расстояние 13А. 13А полёта. Траектории длиной 13А. А за 14А? Пункт А. Можно ли за 13А найти? Пункт В. Можно ли за 14А найти? Ну, можно вообще считать А равной низ, тогда неважно, просто за 13 или за 14. В 14 или в 13 раз больше. Я не знаю. Ну, то есть, я честно подозреваю, какой задачей они относятся, великой. Но я в эту сторону не думал. И, наконец, последняя задача. Задача номер 8 из раскраски дома. Хе-хе-хе-хе-хе. Это пипец. Это пипец. Клетку квадрата 11 на 11 назовём хорошей, если после её удаления оставшуюся часть можно разрезать на прямоугольники 1 на 4. Сколько существует хороших клеток? До новых встреч, друзья! Думайте! Маткульт, пока!